здравствуйте друзья я хотел сказать что вчера снимал с утречка разговор с девушкой валерии которая просто меня покорила вот и прям хочется жить работать есть ради чего вот есть есть такие ласточки золотые и в общем настроение приподняты и валерия не блогер я в принципе то время блогеров так показывал издалека а тут я подумал ну а чего блогер то а если чек не блогер а ему есть что рассказать что же мы его не покажем то и я хочу вот этим видео пригласить к интервью на интервью к разговору на интервью пригласить людей которые живут соединенных штатов которые как-то вот у них есть какая-то история успеха почему успех потому что есть чему поучиться другим людям то есть может быть кто-то что-то использует для себя это же у него получится так далее и меня на самом деле особенно интересует две категории я не хочу сказать что другие не интересует но особенно интересует две категории это люди не айтишные не программисты не тестеры там не системные администраторы а вот какие-то еще люди вот допустим в данном случае девочка была микробиологом прекрасно а может быть инженер-механик а может быть преподаватель музыки а может быть но сколько есть разных людей я просто хочу чтобы у нашей аудитории более широкая картинка была потому потому что мы конечно страдаем зауженностью взгляда вот через кремниевую долину через там тестировщиков через вообще айтишников в широком смысле что неплохо тоже это интересно но но все-таки есть же люди других профессий они постоянно спрашивают ну а мы-то как они на форумах спрашивают они у нас на канале спрашивают конечно лучше из первых рук чем я вот буду там чесать репу и вспоминать то может я кого знаю в этой области тогда вторая категория которая мне представляется такой повышенного интереса это люди постарше ну не обязательно там допустим за 50 хотя тоже очень интересно но и и и за 40 и за 30 и там вот вот такие тоже потому что чем человек старше тем сложнее и это ведь не только например профессиональная адаптация то есть вот он скажем был там я не знаю там инженером там механиком и вот что он в америке делает там приехав сюда 45 лет а это разные аспекты адаптации вот он живет я не знаю там во флориде у него есть дом свое там купил через три года значит у него есть там ну что то дети там как то вот все это раз как как это все получается от я извиняюсь откуда деньги на чем можно заработать насколько интенсивно это происходит насколько он чувствует себя принятым или не или отторгнутым в том месте где он живет вот вот это и я я бы хотел конечно в идеале видеть какие-то истории преодоления потому что если там пришел увидел победил там все у него получилось и даже понять невозможно это что же за этим стояло но вот карта так легла это все равно интересно безусловно это интересно потому что когда ты смотришь кому карта ложится что это за человек как у него глаза светятся какая у него улыбка это тоже много много информации несет на самом деле но через вот преодоление то есть чтобы было понятно вот он приехал с чем ему пришлось столкнуться там из-за чего он там ночью уснуть не мог пойти там ком в горле стоял что было об этом хорошо рассказывать после знаете вот когда у тебя корм в горле стоит не хочется об этом рассказывать а когда уже время какое-то прошло вот то я думаю что совсем совсем ну какая другая история вот меня в этом смысле удивило поначалу что вот книжку которая то написал я не писал ее как книжку просто история была на форуме и там сейчас уже миллион двести тысяч просмотров я думаю чё там такого то что же вы же вот вот так прямо но но меня там какой-то вот этот ком который с тех пор он он сидел в горле продолжал где-то там сидит но уже может не в горле там в подсознании вот какой-то комок был энергетическая какая-то к блокировка и надо было вышибить и вот я рассказал эту историю из меня вышла я уже вспомнить то не могу что там было так могу почитать как будто не я писал вот я сейчас читаю у меня ощущение что писал не я не мой язык не моя рука не не вообще читай какой-то ко мне отношения ними и я вот я понимаю как задним числом вот из-за того что эту книжку писал я сейчас понимаю как это задним числом пишется и рассказывается и я понимаю что вот какой-то уровень искренности возникает потому что как-то боль была но она ушла куда-то и задним числом когда уже нет не болит ты уже можешь спокойно рассказывать и появляется вот тот элемент которого нет в рассказе человека который вот вот он только приехал и вот он что-то его зажимает что-то он стесняется сказать где-то ему неудобно сказать потому что родственники там могут и там еще что ты вот начинаются такие какие-то ограничения так что еще раз друзья все кто нас слышит или может кого-то знает кто не слышит но ему есть что сказать пожалуйста давайте давайте мы вас запишем скайпе вот и вы расскажете вашу историю значит это будет в любой момент вот как только вы скажете значит я там время найду подстроюсь под вас и для того чтобы вступить в разговор просто в скайпе напишите на м портнов ведь на конце м портного или допустим в личке напишите в ютюбе тоже очень хорошо действует заблокировали меня лишь как вот все ребят счастливо